26 июля отмечает свой юбилей заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Орска, человек-легенда, основатель первой школы дзюдо в Орске Владимир Вдовченко. Ему исполняет за 75 лет. Более сотни мальчишек прошли школу жизни у Владимира Вдовченко, рассказывает Игорь Долбышев, директор детско-юношеской спортивной школы «Свобода». Многие из них связали свою судьбу со спортом и воспитанием подрастающего поколения. Практически все добились успеха в жизни и стали достойными гражданами своей страны благодаря тому, что вложил в них Владимир Николаевич. Пришли мы пацанами и вся жизнь прошла по этому месту. Это уникальный такой человек, как тренер, и как наставник, как учитель. Много качеств, которые вообще можно говорить и говорить о нем. Я это помню, что он у нас как второй отец был. Он нас встречал, провожал в армию, встречал, женил, на свадьбе был и так далее, и так далее. Проработать с детьми, ну, наверное, 50 лет. Это надо, ну, какое иметь терпение. Мы все были разные в то время. Не знаю, если бы не вон, я даже не могу сказать, кем, чем, куда пошел бы. В 1978 году Владимир Николаевич пришел работать тренером по самбо во дворец пионеров. Он сразу же приступил к созданию в подвальном помещении борцовского зала. Уже к концу 1979 года тренер начал осваивать дзюдо, став родоначальником этого вида спорта в Орске. Он самостоятельно изучил специальную литературу, посещал семинары, учебу в областном центре. В 1980 году Владимир Вдовченко первым в город привез из Москвы 100 комплектов кимоно, в которых на Первомайской демонстрации юные спортсмены предстали перед орчанами, тем самым положив начало большому дзюдо в Орске. Воспитанники легендарного тренера не раз становились победителями и призерами всесоюзных турниров, чемпионатов и первенств страны под дзюдо и самбо. Победителями и призерами международных турниров. Высокий уровень спортивного профессионализма и преданные отношения к делу позволили Владимиру Вдовченко воспитать много талантливых спортсменов, рассказывают его коллеги. И работы руководителей спортивной школы «Надежда» и тренером по борьбе – это очень большая ответственность и большое трудолюбие в этой работе. Это не просто совмещать работу руководителей и тренерской работы, но тем не менее он добывал хороших результатов. Под его руководством спортивная школа «Надежда» была неоднократным победителем всероссийских соревнований. И мы его все поздравляем с его юбилеем, желаем ему крепкого здоровья, также продолжать свою деятельность в качестве наставника, потому что его дети любят и уважают. При поддержке воспитанников и коллег Владимира Николаевича дзюдо стало одним из наиболее массовых видов спорта в городе и области. На текущий момент в Орске дзюдо представлено в семи учреждениях спорта, в которых ежедневно занимаются около тысячи детей разных возрастов. Воспитанники вспоминают и смешные, нелепые и трогательные истории, связанные с любимым тренером. Одной из них поделился председатель комитета по физической культуре и спорта администрации Оренбурга Ранит Юсупаев. История у нас простая. Мы тренировались в дворце пионеров. И помню, у Влада Николаевича был автомобиль «Запорожец» в простонародье. И мы после тренировки с ребятами, у него всегда стоял возле входной группы. И мы его взяли с ребятами и угнали за этот дворец пионеров. И он вышел, а несмотря на то, что он даже был на скорости, мы его с ребятами взяли и, можно сказать, отнесли на руках за дворец пионеров. И он вышел, он так был в такой ярости. Но он нас поругал, конечно, но мы посмеялись вместе. И это была такая запоминающая история, потому что он всегда ездил на этом автомобиле и много уделял. И на рыбалку он ездил на нем, и на тренировки. Он всегда вот как бы к нему очень щепетильно относился. Уважаемый Владимир Николаевич, поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. И, конечно, это только часть большого пути Владимира Вдовченко. Коллектив воспитанников и коллег ветеранов дзюдо Оренбургской области сердечно поздравляет Владимира Николаевича с юбилеем и желает ему долгой трудовой деятельности, здоровья и новых тренерских успехов. Редакция Орск.ру и телеканала Евразия присоединяется к поздравлениям. Ксения Семененко, Андрей Энгель, служба информации телерадиокомпании Евразия.